Сочинские чаеводы Время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Благодаря труду сочинских чаеводов, самый северный чай в мире сегодня пьют и в Англии во время традиционного чаепития. О возвращении былой славы бренда Краснодарский край, да и в целом о ситуации в отрасли сельского хозяйства. Мы сегодня поговорим с начальником управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации курорта Вячеславом Лениным. Здравствуйте, Вячеслав Валерьевич. Действительно, сейчас у сочинского чая второе рождение, об этом говорит и количество собранного в этом году урожая, 450 тонн вместо 120 прошлогодних. Вот и плантации восстанавливаются, к слову. За счет чего произошел такой рывок? Только лишь потому, что краевыми и сочинскими законодателями принят закон о чаеводстве? Ну, не вместо 120, это на 120 тонн больше, чем в предыдущем году. Администрация города, курорта, сделано обращение в адрес прокуратуры, законодательного собрания края. Также у полномоченных органов в части земельного надзора, это Росельхознадзор, Росреестр, о неэффективности использования земель сельхозназначения. Были проведены уполномоченными органами внеплановые выездные проверки, что подтвердило данные факты. Были составлены материалы, что и дало, соответственно, толчок уже к дальнейшему развитию. В этом году чаеводы объединились в ассоциацию производителей краснодарского чая совместно с администрацией города, законодательным собранием Краснодарского края. В этом году принят закон о развитии чаеводства на территории Краснодарского края. И это мы хотим, благодаря тому, что он принят, много позволяет нам в этом году уже сделать больших шагов. Это мы хотим сказать спасибо председателю законодательного собрания Владимиру Андреевичу Бекетову, первому заместителю, председателю комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрию Михайловичу Казаченко, Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, которые способствовали принятию данного закона. На что он нацелен, какие все-таки аспекты дает. Для сравнения, расширились меры поддержки, это существенные условия. Если раньше были только уходные работы и конструкции, то сейчас в законе прописано, что меры поддержки идут на спецодежду, спецтехнику и системы капельного решения плантаций. Также планируется в этом году увеличение ставки субсидирования, если это было ранее 45 тысяч на гектар за уход за чайными плантациями, то сейчас это будет в проекте, то есть как примут законодатели, не менее 90 тысяч на гектар. И также планируется 50% затрат на спецтехнику и спецодежду и системы капельного решения. Также закон позволяет, вернее он дал право обращаться субъектам, занимающимся чайным производством на территории Краснодарского края, в Роспатент в соответствии с законом об интеллектуальной собственности на регистрацию наименований мест происхождения товара, то есть Краснодарский чай. И тем самым можно получить исключительное право на использование данного наименования. То есть на сегодняшний день у нас уже есть результат, Мацессинская чайная фабрика Константина Туршу получила данное свидетельство. Хотелось бы отметить, что положено начало этой работы по возрождению и дальнейшему развитию отрасли чаеводства. Разработана была программа совместно с Институтом цветоводства и субтропических культур по реконструкции и возрождению имеющихся чайных плантаций. Дальнейшая перспектива развития, она предполагает ввод в эксплуатацию основных чаепригодных земель, которые не утратили свою рентабельность до 2021 года. Здорово. Ну а какие еще отрасли сельского хозяйства у нас развиваются и какие сельхозпредприятия работают сегодня на курорте? У нас в городе также есть племенной форелеводческий завод, это производство рыбы форели. Также несколько предпринимателей занимаются этой деятельностью. Также у нас появилась ферма по выращиванию африканского сома, это в Кичмайском сельском округе. Я думаю, рыбоводство тоже получит свои дальнейшие пути развития. У нас есть Адлерская птицефабрика, это мясо птицы. Есть у нас тепличный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта, это хозяйство Верлиока, специализируется на выращивании огурцов. Также у нас есть направления деятельности, такие как цветоводство, субтропическое плодоводство и пчеловодство. А есть ли сущенцы, которые начали по-крупному заниматься сельским хозяйством в условиях импортозамещения, кто-то воспользовался ситуацией? Ведь, как известно, местный климат дает возможность местным сельхозпредприятиям занимать ту самую незанятую нишу и доставлять в регионы России продукцию, которая не выращивается больше нигде. Есть у нас такие примеры, но, опять же, повторюсь, начнем с импортозамещения. Это чай, начало этому положено. Я думаю, появятся какие-то небольшие субъекты, и причем будут развиваться. У нас есть несколько предпринимателей, которые тоже занимаются в чайной индустрии. Появилось также заинтересованных в производстве чая, пока они только работают с хозяйствами, так сказать, набраться опыта, посмотреть, что это такое. Возможно, уже в дальнейшем будут иметь какие-то свои чайные плантации, и будет малый бизнес в этом направлении. Второй пример – это у нас такие виды, как газоводство, производство сыров с показом данного объекта. Это вот у нас есть ферма «Экзарха». В этом году очень активно уже позиционировала себя на выставках не только местного значения, но и регионального. Продукция высококачественная, то есть все делается с душой и от начальной стадии до конечного цикла, то есть собственная переработка сыров из козьего молока и из коровьего. Пока это только начальный этап, но уже много кто об этом объекте знает. Также они на базе этого объекта сделали агротуризм. Есть у них теплицы, также овощи выращиваются. Заложили сад, персик, что позволяет также делать как бы мини-собственную переработку джемов, чтобы угощать уже туристов, которые прибывают на данный объект. Также там конно-спортивный комплекс, помимо этого. Это, как можно сказать, начало того, чем можно в Сочи заниматься. Это наглядный пример. Он востребователен и в качестве импортозамещения очень актуален. Но эта продукция уже реализуется в городе? Можно ее приобрести? Это реализуется, пока не в больших объемах. То есть можно сделать, соответственно, заказ на ферме. Не сразу купить, в течение какого-то времени продукция поступает к потребителю. И если учитывать то, что у нее свой рынок сбыта есть, то есть она реализуется у них сразу на своем объекте. Дальнейшие планы по развитию этого комплекса стоят, что будут это еще пчелопасеки, чтобы делать свой натуральный мед, и расширение тепличного комплекса. То есть такие объекты, они, думаю, будут еще у нас появляться на примере этого объекта. Мы помогаем в продвижении данной продукции. Состоялась вот даже краевая выставка «Кубанская ярмарка», по итогам которой можно судить востребованность и заинтересованность этими продуктами. То есть вся продукция была реализована, еще бы приходилось делать дополнительную доставку. Также об этом комплексе был роздан агитационный материал, после которого, соответственно, люди уже посещали данный объект. И что даже способствовало, вот вторая выставка, это была короткая туризм, которая у нас ежегодно в городе проходит, на территории главного медиа-центра, после которой также известные личности, то есть увидели, что есть такое в Сочи, и уже есть предварительные договоренности с некоторыми дурооператорами для посещения этого объекта. Ну и здорово. Ну а это единичный случай? Или фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств у нас еще много на курорте? У нас их очень много, но такой просто широкоформатный, это пока единственный. Есть у нас уже более-менее другие предприниматели, также которые, имея свой приусадебный участок, вот что-то организуют на фоне этого агротуризма. Допустим, есть индивидуальный предприниматель Дырдин в Адлере, тоже специализируется по агротуризму в области виноградников и вина, который также был приглашен на выставку, принимал активное участие. У нас запустился Адлерский винзавод, который тоже позволит, я думаю, уже попадать с лицензией местному вину на полки города и ресторанов. Ну а есть такие, которые сельхозпродукцию выращивают именно для реализации на местных рынках? Такие есть, это вот уже как бы наглядный пример. Раньше занимался Адлерский чайсовхоз, то есть сейчас земля передана недавнему предпринимателю Качканя, но это в Адлере находится, вот не раз уже тоже снимали. За год было много сделано, посажено более 10 гектаров плодовых деревьев, запланирована реконструкция фундучников, которые имеются, построена теплиц порядка 4000 квадратных метров, также питомник субтропических плодовых культур. На примере этого можно сказать, вот и овощная продукция, и зелень выращивается в теплице, которая непосредственно попадает в гостиницы и в рестораны города. То есть можно говорить о том, что в ресторанах можно поесть местные овощи, фрукты? Частично, да, можно наблюдать, я думаю, это далее больше будет развиваться. Помимо всего прочего, в Адлерском районе в этом году у нас осуществлена закладка плодовых и структуроплодовых культур на площади порядка 20 гектар. Это тоже необходимо отметить как одно из достижений этого года. То есть все-таки культурами начали заниматься. В следующем даже году уже по проектам запланированы посадки на площади 8 гектар, а также на некоторых объектах это строительство птичников тоже на порядка 1000 уголов. Глобальную потребность пока не перекрытие. Другие малые формы хозяйственные, кто имеет приусадебный участок, они реализуют в основном на соцсредах у нас, на ярмарке, что касается излишков собственной продукции. Она в основном востребована для личного потребления. Либо на ярмарках, те, у кого уже побольше выращивают данные продукции, реализуют. У кого-то имеются свои тоже магазины. У нас ежегодно проводится такая работа, как информационные афиши, то есть по всем сельским округам развешиваются информации, какие ярмарки у нас существуют, какие социальные ряды, какие рынки, и где имеются свободные торговые места. И также раздаются участникам торговли данные афиши, кто, по информации сельских округов, желает сбыть свою продукцию. Не всем, к сожалению, не все могут поехать и стоять, реализовать свой товар, то есть у них на это времени либо нет, им выгодно уже отдать непосредственно продукцию. Также уже путем обмена данной информации происходит закупка у населения. Ну а в целом, какие в случае принимаются, или возможно в этом году были приняты меры по развитию сельского хозяйства? Меры по развитию, это, как мы сказали, это уже отрасль чаеводства, о которой мы решили уделить особое внимание. Далее это малые формы хозяйствования, вот о чем идет речь, которые субсидируются в рамках краевой программы поддержки. Это на строительство теплиц у нас в основном идет субсидирование части затрат, понесенных на строительство теплиц. Также субъекта малого формы хозяйства с задействованием в агропромышленном комплексе на погашение части процентной ставки по кредитам. В этом году доведенные до города Сочи субвенции краевого федерального бюджета будут освоены данным участникам. Дальнейшее также планируется информировать население, проводить работу с населением, чтобы развивать сельское хозяйство. И о мерах господдержки, какая существует. Имеются у нас краевые программы, которые, то есть непосредственно мы проводим такую работу с фермерами, которые имеют желание заниматься активно, что есть такая программа, как начинающие фермеры, есть семейные животноводческие фермы. В этом году первый раз мы принимали участие, провели полностью работу с фермером, который занимается животноводством. У него коровы и козы. То есть был разработан бизнес-план по строительству уже как бы мини-фермы, так скажем. Субсидирование предполагало полтора миллиона, то есть прямых затрат. Это он мог купить постерилизатор, оборудование, сделать ангар, то есть и закупить животных. Это безвозмездная субсидия государства. К сожалению, то есть вот из-за того, что город Сочи уникальна с ограниченностью земельными ресурсами, да, вот участок маленький и так далее, этот отбор мы не прошли в край, потому что есть и поля, и кормовая база там. Но в этом, в следующем, вернее, году мы намерены продолжить эту работу. Возможно, с ним может быть еще кто-то более. Подберем кандидатуру, чтобы все-таки пройти этот конкурсный отбор. Будет пример, я думаю, как бы дальше. И еще больше будет желание этим направлением заниматься. То есть это кролиководство есть, овцеводство, козоводство. Альтернативные виды, вернее, свиноводство, которые вот у нас по краю повсеместно вспыхивают вспышки африканской чумы свиней. То есть население информируется о том, что необходимо переводиться на альтернативные виды животноводства. То есть в связи с этим мы проводим широкую информативную работу о недопущении содержания свинопоголовья на территории города Сочи. Вышел также приказ в этом году, который регулирует правила содержания. То есть необходимо соблюдать все требования, которые установлены приказом. То есть это исключить полный доступ к попаданию. То есть они должны быть в закрытом пространстве содержаться и так далее. То есть этот перечень существует. К сожалению, те личные подсобные хозяйства, граждане, которые содержали свиней, они не соблюдают данные условия. То есть это невозможно в данной местности. И в связи с этим свиноводство недопустимо. Есть отдел ветоинспекции, который шлял работу по привлечению мер административного воздействия на нарушителей. И чтобы исключить вспышку попадания африканской чумы свиней, данные меры были сделаны по всем сельским округам. То есть работа, она, в принципе, на постоянной основе проводится. Что касается вопроса изъятия земель сельскохозяйственного назначения у неэффективных пользователей. В действии ли это решение? Данная работа, она носит системный характер, находится на постоянном контроле. Дело в том, что прекращение договора аренды предполагает только решение суда в судебном порядке и при соблюдении досудебного урегулирования спора. Администрации города Сочи направлены все материалы о меньшинстве нарушениях в адрес уполномоченных органов по привлечению к административной ответственности. Это Россельхознадзор и Росреестр, которые должны в соответствии с действующим законодательством принять меры и направить материалы о привлечении к ответственности и последующем невыполнении акта нарушения в администрацию города Сочи. До настоящего времени эти материалы не поступили. Мы продолжаем работу в данном направлении. Она находится на постоянном контроле. А скажите, проводите ли вы мониторинг цен на сельскохозяйственных ярмарках? Ну и соблюдаются ли там рекомендованные цены? Да, действительно, на сельскохозяйственных ярмарках специалистами муниципального бюджетного учреждения сельскохозяйственный информационно-консультационный центр города Сочи организатор ярмарок от лица администрации проводится мониторинг цен по рынкам города и предпринимателям. То есть уже по результатам мониторинга делается рекомендованный перечень цен на ярмарках, который составляет ниже на 10-20% установленных по городу. Также на ярмарках соблюдаются рекомендованные цены на социальную группу товаров с наценкой не выше 10% от закупочной цены. Ярмарки у нас проходят во всех районах города, их сейчас площадок для ярмарок у нас предусмотрено 7. Также приглашаются на постоянной основе производители Краснодарского края, а также местные жители. И на каждой ярмарке у нас существуют социальные ряды как раз для реализации излишков продукции садоводства, личных подсобных хозяйств в небольших объемах, которые... То есть те же местные пенсионеры могут прийти? Да, могут. Они знают об этом и всегда могут прийти на ярмарки и реализовать данную продукцию. А агротуризм, о котором так много говорится в последнее время в Сочи, он существует? Если да, то что предлагается посетить или посмотреть любителям природы? Агротуризм существует, и я думаю, это будет дальнейшее развитие как раз отрасли сельского хозяйства. Это является как дополнительный источник доходности сельхозпредприятий, привлечение новых работников в данную сферу, а также расширение географии маршрутов, потому что у нас как курортный город, он много взаимосвязан с этим направлением, потому что людям интересно посмотреть, что потворится в городе, где это происходит и как. То есть те же самые у нас чайные хозяйства, каждый имеет свой объект агротуризма, это чайные домики, чайные плантации, как осуществляется сбор чая, как он готовится. То есть люди уже понимают, что чай – это не красный, зеленый, желтый такого цвета, это один зеленый чайный лист, и из него уже производится путем технологического процесса черный, красный, белый, желтый чай. Также у нас пчелопасеки организованы на базе пчелопасек агротуристические маршруты. Люди могут попробовать мед, посмотреть также, как занимаются пчеловоды. Это одни из приоритетных направлений. Далее уже, как мы говорили, ферма «Экзарха» – это производство сыров, это в Кичмайе тоже у нас производство, сыроварня есть, так называемое рыбоводство, тоже посещение ферм по выращиванию, это форелеводческий завод, то есть рыбалка, также относятся к агротуристическим маршрутам. Это Чаговарское озеро у нас есть, такое и другие. Комплекс «Вольница», где можно посмотреть не только половить рыбу, посмотреть на сельхозживотных, на других животных, которые у них содержатся на их комплексе. Также у нас в агротуризме планируется все-таки основной акцент делить тем, кто уже есть, их более 20 таких объектов по городу Сочи. Я думаю, их будет еще больше. И в дальнейшем эти объекты достойны уже более широкого внимания, то есть совместно с Управлением по курортному делу и туризму, с нашими депутатами городского собрания Сочи. Недавно состоялось совещание, то есть по развитию данного направления определились дальнейшие пути развития данного направления. Данные совещания уже имеют свои итоги. Мы свели уже объекты аграрного туризма с туроператорами, где-то у кого-то какие-то проблемы. Дальше будем собираться и планировать, как их решать. Я думаю, этот сегмент тоже достоин особого внимания в городе. Вячеслав Валерьевич, в этом году началась еще и Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Вот как-то она коснулась Сочи? Обязательно. На территории города делом статистики также проводилась сельскохозяйственная перепись. Она уже завершилась в конце лета. Итоги будут подведены в следующем году делами статистики. В администрации города оказано содействие в проведении данной переписи. Субъектами переписи являлись сельхозорганизации, малые формы хозяйства, личные подсобные хозяйства. В общем, весь сектор данного направления. Отдел статистики путем обхода уже переписывал информацию. Я думаю, эта информация станет большим плацдармом для дальнейшей работы в области сельского хозяйства. Она проводится раз в 10 лет. То есть по ее результатам мы сможем планировать дальнейшую работу. А какие основные планы на Новый год у сельского хозяйства? И на что нацелены в 2017-м? В этом году много сделано, я считаю. В следующем году это уже продолжение работы предыдущего года. До этого и мы уже будем делать работу по фермерам. Я считаю, малые формы хозяйствования должны развиваться более интенсивными темпами. Здесь мы будем проводить планомерную работу, широко информировать, выезжать, консультировать людей о мерах поддержки. То есть уже ходатайствовать перед краевыми властями о выделении дополнительных средств на меры поддержки. Также отрасль чаеводства, которую мы уже разбирали. И я думаю, агротуризм, о котором мы тоже только что говорили, получит направление развития в дальнейшем. То есть останавливаться на достигнутом никто не собирается? Ну, конечно, не собирается. У нас город активный, город олимпийский. Тем более у нас еще Кубок Конфедерации, чемпионат мира. И останавливаться на том, что есть, никто не собирается. Будет все дальше расти, подстраиваться под те темпы. То есть это еще и единый, как говорится, облик. Те же самые объекты агротуризма, они украшаются, как и в этом. И в прошлом году эта работа начата была. Также у нас было завершено брендирование ярмарок выходного дня. Тоже закуплены новые единообразные баннера. Я думаю, что у нас все получится. Обязательно. Чего и желаем. Удачи, успехов в работе. Спасибо огромное за все ваши исчерпывающие ответы. Напомню, гостем нашей студии сегодня был начальник управления сельского хозяйства, продовольства и промышленности, администрации города Сочи. Будьте в курсе всех событий своего города. И всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...